В начале декабря Верхнеуральский район получил новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Обслуживать он будет несколько отдаленных небольших поселков Петропавловского поселения. Современный ФАП выделен Министерством здравоохранения Челябинской области при поддержке правительства региона. Мобильный лечебно-профилактический комплекс диагностика на базе автобуса ПАС является передвижным подразделением Верхнеуральской больницы. Широкий спектр услуг, предоставляемых ФАПом, позволит организовать медицинское обслуживание населения, проживающего в нескольких поселках района. Томинский, Новотоминский, Леневка, Комсомольская. В период отпусков фельдшеров ФАП будет принимать пациентов в других населенных пунктах Петропавловского поселения. По графику работы, которую можно уточнить по телефонам Петропавловской участковой больницы, комплекс приедет один раз в неделю в один из поселков. Удобно расположив машину, проехав на всесезонной резине, водитель подключит к сети оборудование. В самом приемном кабинете ФАПа тепло и уютно. Фельдшеру можно вести прием пациентов. Здесь есть все. Здесь можно принять как взрослое население, как детское население, как женщины, потому что здесь есть акушерский кабинет. Можно провести прививочную кампанию, то есть здесь есть холодильник для хранения вакцин. Есть весы для детей, для взрослых. Есть аппарат для определения глюкозы крови, сахара крови, ЭКГ аппарат. Набор офтальмолога. Поэтому, в принципе, это мини-поликлиника, можно сказать. Это не единственное приобретение ЦРБ. Также Верхнеуральская больница получила возможность на новом аппарате делать фиброгастродиодоноскопию. Современный эндоскопический метод исследования органов пищеварительной системы, пищевода, желудка, 12-перстной кишки. Он позволяет точно определить локализацию патологического процесса у пациента при необходимости ввести лекарственные средства или провести биопсию, хирургическую манипуляцию с взятием биологического материала для цитологического исследования. Благодаря цифровой технологии мы можем вывести изображение на экран. Также мы можем сделать короткую запись данной картинки, которая нас интересует, записать на флешку и отправить на консультацию в Челябинскую областную больницу, где могут проконсультировать специалисты, которые стоящие выше.